Портал детали. Главные новости Израиля и мира. То есть Иран вступил в конфликт уже практически со всеми соседними государствами, включая ядерный Пакистан. К чему это может привести и вообще чего ожидать в ближайшее время в нашем регионе, но и не только в нашем. Поговорим мы об этом с иронистом Михаилом Бородкиным, админом и автором телеграм-канала «Ориентл Экспресс» и сайта с одноименным названием «Ориентл Экспресс». Михаил, привет, добрый вечер. Добрый вечер. Подписывайтесь на наши каналы в Ютубе, кто не подписался, подключайтесь к нашему телеграмму, комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы, мы постараемся в наших программах на них ответить. Ну и кто сочтет возможным помочь каналу, там есть две кнопочки «Суперспасибо» и «Стать спонсором». Мы благодарны за любую помощь каналу. Михаил, еще раз добрый вечер. Итак, по поводу того, что сейчас творится, я упомянул уже о том, что Иран нанес удары по целому ряду соседних государств, в частности по Пакистану. Вообще мы в наших программах на прошлой неделе это уже обсуждали. Сейчас пошло, так сказать, свеженькое. Иранские прокси обстреляли в очередной раз базы Соединенных Штатов в Ираке. При этом выпущено более 40 ракет. Говорят о пострадавших, о раненых военнослужащих Соединенных Штатов. Об убитых пока не сообщается. Надеемся, что их и не будет. Но, тем не менее, ситуация накаляется настолько, что Соединенные Штаты в какой-то момент должны будут ответить и ответить серьезно. Так, в принципе, как они сейчас начинают действовать с хуситами. Поэтому мой первый вопрос звучит следующим образом. Как вы считаете, на ваш взгляд, Иран принял какое-то стратегическое решение идти до конца, идти на обострение, ну, граничащее с войной, причем с полномасштабной войной? Что происходит? Я думаю, что не совсем так. Иран продолжает лично сам действовать так, как действовал до этого. То есть, через своих прокси-сателитов, давайте, как угодно. Исключение, действительно, это удары по Эрбилю и по Осирии и по Пакистану. Это такое исключение из правил. Но они тоже, обратим внимание, что они наносили удары не по американским базам, ни в коем случае. Даже сначала, хотя сначала шла информация о том, что в Эрбиле обстреляли консульство американское, но официальное сообщение к СИР было о том, что они метили не в консульство, а в другой объект. И, в принципе, американцы... Просто промахнулись, да? Ну да, нет. Американцы тоже подтвердили, что по консульству не было никаких ударов, там ничего там и рядом не упало. То, что одновременно с этим распространялись видеозаписи, на которых изображено... Было сказано, что это вот самое консульство, и вот оно как раз получило повреждение. Это уже отдельная история. Но, в принципе, они постарались и та, и другая сторона показать, что это не конфликт между людьми, да? Это удары, там, почему-то, с другим объектом. Вот. То же самое в Ираке. Хотя понятно, что за всем этим стоит Иран. Но формально это не Иран. Формально это какие-то там местные группировки. И просто Иран пытается усилить давление на США, опять-таки, действовать исключительно через своих вот этих вот структур, чтобы непосредственно не нарваться на ответный удар. И его цель – вынудить США покинуть регион. То есть это то, что они давно уже очень говорят и пытаются действовать в этом направлении. Насколько эффективен – это уже отдельный вопрос. Просто всегда надо помнить, что, если мы оцениваем действия Ирана, надо помнить, что там решения принимают не самые рациональные люди, не с самыми рациональными взглядами. Поэтому иногда мы можем смотреть со стороны и думать, что зачем они это делают, это ничего им не дает. Но у них там своя логика, что называется. Поэтому это надо всегда учитывать. Вот. И я вижу, что они идут на обострение такое определенное, очень дозированное в своем, так сказать, стиле. Вот. Они хотят сделать для американцев ситуацию очень тяжелую. И, может быть, они надеются на то, что Джо Байден в предвыборный год не рискнет развязывать новую большую войну. Вот. Может быть, у них ставка на это. И они попытаются, значит, наоборот, создать такую картину, по которой американцы получают удар за ударом, не отвечают толком, да. И это превращает Иран в такого победоносного героя на Ближнем Востоке. Вот. Но, в принципе, я думаю, что они просто потихоньку вот окажутся от отравления. Плюс они испытывают, да, они испытывают постоянно. США проверяют на прочность, проверяют, как далеко американцы готовы зайти, чтобы из этого делать там свои какие-то выводы и планировать дальнейшие шеи. Но было еще мнение о том, что вот запущенные ракеты, в том числе по Пакистану, это баллистические, это, так сказать, дальнобойные ракеты. И они тем самым еще, с одной стороны, демонстрируют свои возможности Израиля. С другой стороны, проверяют вообще свои возможности тоже. Одно дело испытания на полигоне, другое дело в боевых условиях. Но, правда, как бы релевантность этих испытаний вызывает определенное сомнение. Ведь они наносили удары по объектам. Я сейчас не беру американские военные базы, по которым, собственно, Иран наносил объект удары, да. Они наносили удары по объектам, которые, в общем-то, не защищены ПВО. То есть, это было, так сказать, по беззащитным целям, да. То есть, никакой серьезной проверки это дать не могло. Одно дело бить по каким-то деревням там в Пакистане, другое дело по эшелонированной обороне Израиля. То есть, насколько, с вашей точки зрения, это произвело впечатление на Израиль, вот эти вот атаки? Я думаю, главное был обстрел как раз Сирии. Потому что только в этом случае речь шла о дальнобойных ракетах. Очень дальнобойных ракетах, да. То есть, Иран впервые запустил ракету, которая полетела 1230 километров там. Примерно такое было расстояние от места пуска до попадания куда-то там в Сирию, в районе Еглиба. Вот. Это, ну, это какое-то впечатление это произвело. Но в целом, вообще, Израиль мало впечатляется иранскими разработками в данной области. Потому что, действительно, их никто не видел в деле. То, что вы правильно отметили, что никто не пытался сбить эти ракеты, пока они летели. А те ракеты, которые они запускают руками пуситов из Йемена, обычно все сбиваются. Вот. Поэтому, действительно, это такой вопрос интересный. Но, тем не менее, они показали, что хотя бы они показали, что есть возможность запустить ракету так далеко. И она пролетает там через всю территорию Ирака и пролетает до Сирии. Вот. Они показывают, что у них такие ракеты есть. У них там, возможно, много. Вот. И, например, если они запустят их там не один десяток, то они перегрузят систему противоракетной обороны израильскую. И что-нибудь попадет в цель. То есть, в целом, это такая, да, действительно, демонстрация, которую, ну, ее нужно воспринимать, что называется, взвешенно. То есть, не впадать в панику, не думать, что у них появилось оружие страшного суда. Вот. Но и, так сказать, не прохлаждаться на лаврах, потому что, опять же, есть еще один важнейший момент. Да, это ядерная пара. Вот. И если эта ракета будет лететь оснащенной ядерной боеголовкой, то это резко меняет все. Вот. И то, что она там не очень совершенна и так далее, и то, что ее могут сбить в полете, в случае, если у нее там на ней ядерный заряд, это уже не так радужно выглядит. Вот. Так что я думаю, что это все-таки была такая серьезная демонстрация ракетных возможностей РАНа. Вот. И, соответственно, это, наверное, было, в плане удара по Сирии, я уверен, что именно это было главной целью. Да. Показать, что у них есть такая вот ракета, ну, вот, а не там поразить какой-то склад террористов. Михаил, вернемся сейчас к упоминавшимся мною в Суи Хуситам. Ситуация с Хуситами нагнетается. То есть, американцы продолжают, американское командование заявило, что они переходят к решительным действиям, потому что никакие, так сказать, скажем так, предупреждения в виде обстрелов на Хуситов не действуют. Давеча был ликвидирован очень высокопоставленный генерал Хуситов. То есть, не знаю, как у них там с военными званиями, с воинскими званиями, но это был очень высокопоставленный военачальник. Вот. И продолжают наноситься удары. При этом Хуситы сейчас мобилизовали, как они сами назвали, свой морской спецназ и заявили, что сейчас они начнут по-настоящему войну. То есть, все это приобретает такой апокалистический характер. При этом мы с вами прекрасно понимаем, и, разумеется, американцы, британцы и европейцы тоже понимают, что все идет из Ирана. То есть, все управление идет из Ирана. Ин и в Сирии, и в Ливане, и Хуситы. Поэтому понятно, что возникает вопрос, то есть, стоит ли гоняться за комарами вместо того, чтобы осушить болото. То есть, не пора ли принять меры против Ирана. То есть, Иран таким образом может спровоцировать удар по своей собственной территории. Ну и заодно тут под раздачу попадет вот та самая ядерная программа, о которой они так пекутся. Возникает ли такая опасность, на ваш взгляд? Я думаю, что Иран рассматривает это так, что в данный момент ни одна западная страна, даже Соединенные Штаты, не пойдут на полномасштабную войну. Потому что есть война в Украине, есть напряженность в Европе. Без турцев еще есть, чтобы самим воевать только с Ираном. Несмотря на то, что Иран не противник в военном отношении. Но все равно там, да, этот счет, большие ресурсы и так далее, они на это вряд ли пойдут. Такой расчет у них пора не, я думаю. И он, в принципе, судя по политике Джо Байдена, он оправдывается. Потому что все, что делает американская администрация, она старательно пытается убедить Иран в том, что они с Ираном воевать не будут. Как это сочетается с их обещанием того, что у Ирана не будет ядерное оружие, что они этого не допустят, я не знаю. По-моему, это очень плохо сочетается. Но, тем не менее, они утверждают именно это. Все время говорят, мы против эскалации, мы не хотим еще одной большой войны во Ближнем Востоке. Ну, вот это, естественно, это поощряет Иран. Естественно, что Иран потирает руки и говорит, ну, хорошо, значит, они не хотят войны. Вот, прекрасно, значит, тогда мы можем действовать более свободно. И вот то, что я уже сказал, да, они проверяют, как далеко они готовы зайти, как далеко им позволят зайти до того, как американцы скажут, хватит, и перейдут к ударам уже непосредственно по Ирану. И пока у них получается зайти далеко. Может, они надеются, что в какой-то момент они зайдут так далеко, что американцы просто будут вынуждены отказаться вообще от какой-то там идеи с ними воевать и свернуться, и уйдут действительно. Такое тоже я не исключаю. То есть это как бы образец того, что произошло в Афганистане, не дает им покоя. То есть это может быть, если талибы как бы принудили американцев к бегству, то уж они-то, гордые персы, способны на это легко и непринужденно. Ну да, в то же время, если посмотреть на Запад, я не думаю, что на Западе среди избирателей, что байденовских, что там трамповских, что там каких угодно, популярная идея войны с Ираном. К тому же, если учесть, что Иран себя как позиционирует, как главный защитник палестинцев сейчас. А к палестинским делам сейчас есть определенное сочувствие. Да, там на Западе тоже это общественное мнение, оно настроено во многом про палестинцев. Не все, не везде, но это есть. То есть все это внушает, может внушать у лидеров иранского режима чувство такой вот ложной безопасности. То есть, что пока они не идут на прямую удар, они не вступают в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами, а действуют через прокси, которых не очень жалко, если по ним будут бить. И в случае хуситов удары по ним не особо эффективны, потому что нанося удары только с воздуха, тогда их особо не остановишь, а идти на наземную супопутную операцию американцы сейчас совершенно не хотят, потому что Йемен, вот Йемен это действительно как Афганистан, туда легко залезть и очень трудно выбраться. Поэтому это все создает у иранцев такое впечатление, что сейчас благоприятная обстановка для экспансии, для продвижения своих целей. Но с другой стороны мы наблюдаем, что сейчас происходит, одно за одним поступает сообщение, вот при ударе по Сирии убиты пятеро сотрудников иранской разведки, причем довольно высокого уровня. Иран обвиняет Израиль, ликвидации в Ливане, тоже, значит, ликвидировано несколько главарей Хизбаллы и, значит, параллельно сотрудники КСИР, то есть офицеры, высшие офицеры КСИР. Иран там рвет и мечет и заявляет о том, что будет отвечать. Но вот это происходит так называемая, ну, можно сказать, война разведок, потому что вот ликвидировать полковника, он даже, похоже, больше похож по званию на генерала разведки, это очень серьезный, так сказать, момент. Это именно вот война разведок, которая сейчас складывается явно не в пользу Ирана. То есть получается, что они своими действиями, с одной стороны, как вы правильно сказали, они стараются действовать руками своих прокси, но с другой стороны вокруг же не идиоты, все же понимают, кто за этим стоит. Поэтому удары наносятся, как бы тоже обезличенные, то есть Израиль не признает авторство за этих ударов, да, но тем не менее удары наносятся. И общественное мнение в самом Иране наблюдает, что иранцев бьют по щекам и довольно больно. То есть не спровоцирует ли это Иран на еще большую эскалацию, которая в конечном, я все гну свою линию, которая в конечном счете может перегнуть палку и вызвать все-таки обратную реакцию со стороны Соединенных Штатов и союзников. Безусловно, это вполне возможно. То есть все очень хрупко, да? Совершенно верно. Очень хрупкое равновесие. Или наоборот, не равновесие, но все равно очень хрупкое. То есть неустойчивая система. Регион всегда был очень хрупкий и нестабильный. И, как я уже отметил, мы должны помнить, что иранские руководители не самые рациональные, не самые логические, мыслящие люди в мире. Так что они вполне могут допустить серьезную ошибку какую-нибудь и спровоцировать удар, который мы сами не хотели бы спровоцировать. Все это, безусловно, возможно. По поводу ликвидации недавней, которая была в Дамаске, где погиб генерал этого подразделения Аль-Кутс, замначальника разведки этого подразделения. Иранская пропаганда выставляет это, что Израиль в злобной ярости совершает очередные преступления, потому что хочет прикрыть свои неудачи и провалы в секторе Газы, где он никаких целей не добился, вот набрасывается на нас. Хотя, почему здесь мы вообще? Хамас гордо вовидит в одиночку, а мы вообще-то никого отношения к этому не имеем. Но так работает иранская пропаганда в данный момент, так они обрабатывают эту ликвидацию. Они еще проводят совмения с ударом по Эрбилю. Они говорят, что Израиль пытался также отомстить за Эрбиль, потому что мы в Эрбиле там поубивали целую кучу агентов Массадр. Они разрушили целую инфраструктуру, имеется в виду агентурную, которую Израиль построил. А они в ответ, что они смогли сделать, это высадить и убить одного нашего генерала и четырех офицеров с ним. То есть они пытаются показать, что все эти удары, которые пытаются нанесить по нему Израиль, это от бессилия, так сказать, и они реального вреда не причиняют. Но насколько это внутри Ирана покупают, это не очень хорошо, на самом деле. То есть это не очень хорошо работающая пропаганда, но что есть, то есть. Да, вот они пытаются это вот так вот демонстрировать. Но в принципе, да, они идут, они стараются через своих прокси, да, оказывать какое-то воздействие на израильские интересы, на американские интересы. И действительно они могут совершить ошибку. Да, и мы с начала войны говорим о том, что в любой момент Хизбалла может куда-нибудь не туда запустить ракету, и у нас начнется самая настоящая война в Ливане. Имеется в виду не такая, которую мы инициевируем, потому что мы хотим убрать Хизбалла от границы. А просто из-за того, что Хизбалла совершит какую-то ошибку и спровоцирует эту войну. Такое вполне вероятное развитие событий, оно не исключается, да. И то же самое касается в более широком контексте. То есть не только вот у нас в Ливане, но вообще во всем регионе вполне может произойти. То есть достаточно, скажем так, неосторожно брошенного окурка, и все может взлететь на воздух. Да, но в принципе мы так живем всегда, так что нам не привыкать. Не, ну всегда, не всегда, но сейчас, конечно, обстановка, так сказать, весьма и весьма обостренная. Так вот я хотел вернуться к Хизбалле, о котором вы как раз упомянули. Ликвидация одного за другим главарей, ну, так сказать, высшего звена Хизбаллы тоже наносят удар по престижу этой организации. То есть они, с одной стороны, как бы вроде как воюют, поддерживают своих братьев-хамасовцев. Ну, между нами говоря, братьев, которых они ненавидят, поскольку все-таки Хизбалла, это как бы шииты и суниты, они ненавидят друг друга, как бы хорошей, доброй ненавистью. Да, но тем не менее, они это как бы анонсируют, что вот они поддерживают своих братьев. Тем не менее, они несут довольно серьезные потери. Я сейчас больше 100, там, по-моему, 120, по-моему, уже по 150 уже, да, убиты. Этот список постоянно пополняется. Конечно, есть пострадавшие потери с израильской стороны, но они не сопоставимы с потерями Хизбаллы. И, разумеется, Израиль сейчас продолжает вот эту активизацию действий на границе. Было сообщение, что израильское высшее армейское руководство готово выдвинуть, или уже выдвинуло, это разные, так сказать, сообщения, Ирану ультиматум, Ирану, простите, Хизбалле ультиматум, что если они не уйдут до конца января за реку Литани, то мы начнем полномасштабную военную операцию. Тем более, что миссия Амоса Ханштейна, который является представителем, спецпредставителем президента Соединенных Штатах, не увенчалась успехом. То есть Хизбалла его, ну, извините за такое выражение, послала. То есть они ни на что не готовы, ни на какие компромиссы. То есть, как вы считаете, нам готовится действительно вот к конце января, это уже как бы вот совсем, так сказать, в течение ближайшей недели к настоящей полномасштабной войне, которая причем будет инициирована уже Израилем. Я, честно говоря, затрудняюсь. Как раз, насколько я понял, официальных заявлений по ультиматуму не было. Мне сложно представить ситуацию, при которой Израиль, не закончив с газой, начинает такую же войну на севере. То есть у нас на сектор газа, на зачистку сектора газа брошены колоссальные силы. В Ливане то же самое будет. То есть не в смысле, что Хизбалла там какой-то супер-пупер противник. Это сильный противник, но разбить их в бою это не так сложно. А вот потом зачищать это все. У них тоже там и туннели, и они все в жилых районах. То есть зачистка будет такая же медленная, как в секторе газе, и потребует столько же сил. То есть нужно будет очень много войск туда вводить, чтобы это все сделать. Поэтому я не очень понимаю, надо с военными экспертами проконсультироваться, насколько вообще реально возможно именно по возможности одновременно проводить такую операцию. Грубо говоря, что там три дивизии в Газе, три дивизии на Ливан. То есть как-то это сложно выглядит. Что действительно, я думаю, действительно так, это, безусловно, это уже неоднократно повторено, и Физбаллу надо от границы убирать. Это вообще просто железно. Да, ну так вот убирать. А как убирать, если они дипломатическим путем, они не убираются, так остается только военный? Значит, еще, наверное, в самой Физбалле тоже есть там разные. Есть командиры их, которые говорят тоже, что вот вы сейчас сказали, что мы принесли такие потери. А зачем? То есть ради чего это все было? То есть у нас вот гибнут люди постоянно, причем уже и командиры гибнут. А мы в ответ Израилю толком никакой ущерб серьезный не наносим. Да, мы там заставили эвакуацию провести, и там часть войск от себя оттянули, но это, в принципе, ну, оно того не стоит. Поэтому давайте уж либо заканчивается это, либо воевать в полную силу. То есть я говорю, у них тоже есть мнение, что неплохо бы это как-то закончить. Такое мнение у них тоже есть. Потому что воевать в полную силу, это, во-первых, насколько хочет Иран, чтобы они пошли воевать в полную силу. И понятно, что, я думаю, даже Ирану понятно, что, скорее всего, после такой войны Хизбаллы не очень останется, да, там что-то от нее останется. А Хизбалла, она Ирану нужна, чтобы сдерживать Израиль. То есть, вот как раз от ударов по ядерным объектам. Вот. Насколько Иран сейчас готов избавиться от этого козыря, то есть разыграв его вот в этом противостоянии, мне трудно сказать. Мне кажется, что все-таки еще не готов. Вот. И поэтому, то есть он был бы готов, если бы он закончил уже с ядерным оружием и не боялся бы уже никаких ударов. Но, по-моему, он еще все-таки не там. То есть все эксперты говорят, что они пороговое государство, но они порог еще не перешагнут. Вот. Поэтому я думаю, что возможно, все-таки какой-то компромисс с Хизбаллой вероятен. Помните, что у них в Ливане, в смысле, нет президента. Да, не могут выбрать президента, как раз потому, что Хизбалла требует одного назначить, а противники Хизбаллы имеется в виду в парламенте другого. И у них в итоге тупик. Он уже там больше года. Может быть, здесь они получат какие-то уступки. То есть что-нибудь они там... Ну, есть возможности как-то договориться. То есть понятно, что Америка тут вообще ни при чем. Тут скорее нужно использовать посредников или не посредников, а игроков каких-то из арабских стран, например. Потому что суниты ливанские, которые из среды, которых назначается премьер-министр, нет президента, премьер-министр, они обычно пользуются покровительством Саудовской Аравии. Может быть, там через них что-то можно притая-министр, могут о чем-то договориться. Но это с одной стороны. С другой стороны, в самом Ливане есть силы, которые говорят, ну и пусть Израиль их уничтожит. То есть есть в Ливане такие структуры, которые сами с Хизбалу справятся не в состоянии и втайне хотят, чтобы Израиль напал на них и ликвидировал Хизбалу раз и навсегда. Поэтому тут действительно и я считаю, что вероятность именно войны с Хизбалой она выше, конечно же, чем этот компромисс, потому что этот компромисс действительно там нужно будет как-то очень хитро извернуться, чтобы Хизбалла показала, что она не проиграла. и что она отходит там с высоко погодит. То есть весь вопрос сейчас, извините, в понтах, то есть вот они не могут просто так развернуться и уйти, потому что залезли на высокое дерево и нужно им какую-то лестницу. И вот под этой лестницей может быть либо какая-то уступка со стороны Израиля, то что, собственно, добивался от нас спецпредставитель Соединенных Штатов, то есть уступите там какие-то там до 10 метров границы, там ферму Шаба, я напоминаю, что граница между Израилем и Ливаном международно признанная. То есть Организация Объединенных Наций официально подтвердила, что это та самая граница после всех вот этих выводов израильских войск, это та самая граница, которая признана Организация Объединенных Наций. Поэтому все требования Хизбаллы, там еще там 2 метра, там 4 метра, это все абсолютно незаконно. Но тем не менее от нас требуют, чтобы мы на какой-то компромисс в этой ситуации пошли. Еще один вариант, который позволяет избежать военные северы, только я не уверен, что он лучше. Это наш провал на юге. То есть если Хамас побеждает, то Хизбалла можно сказать, ну все, тогда можно дальше не воевать. А что значит Хизбалла побеждает? Вот. Хамас побеждает. Что значит Хамас побеждает? Хамас побеждает, это значит, что он остается. Вот просто, что он остается в секторе Ган. То есть Израиль скручивает руки, международная общественность, говорят все, заключаете переговоры, надо договариваться и так далее. Сегодня я видел, была озвучена очередная сделка, которая говорит о том, что мы сейчас на 90 дней останавливаем боевые действия и начинаем медленный обмен заложников. Сначала там все гражданские выходят, выходят палестинские заключенные к этой группе, потом выходят женщины-военнослужащие, потом и еще одна группа палестинских заключенных, потом последние остались заложники, еще одна группа. И вот в таком формате, если оно растянется действительно на 90 дней, то Хирбала тоже перестанет стрелять. Не надо, если Хамас не стреляет, так они и не стреляют. Не будет у них в этом необходимости, они смогут потом, наоборот, гордо говорить, что мы помогли. Мы победили, да? Да, мы помогли победить. Вон там 100-тысячная заиская группировка не могла отойти от северной границы. Естественно, что наш вклад был огромный весом. Вот. То есть, и это даст им возможность действительно не встревать в войну. Но тут уже вопрос там, что будет делать наше руководство в такой ситуации и так далее. Вот. Но я говорю, да, ситуация, когда Хизбалла по своей инициативе сможет прекратить обстрелы и отказаться об эскалации. Это да, это если на юге будет вот такой расклад, который будет представлен, принят как победа Хамаса в этом противостоянии. А в израильском обществе вот такой расклад, который вы предлагаете, то есть вот остановка военных действий, вывод войск из сектора Газа расценивается как самый большой кошмар, о котором только можно себе представить. И я, честно говоря, затрудняюсь, затрудняюсь, как это будет выглядеть, потому что уже не раз звучал такой тезис, но я не знаю, насколько он правдоподобен, что если сейчас начнут выводить бригады из Газы, то одна из них тут же пойдет на Иерусалим. Ну, я в это не верю, но я согласен, что в данный момент у нас пока есть единство в том вопросе, что Хамаса там быть не должно. Поэтому любой формат соглашения о прекращении огня должен предусматривать устранение Хамаса из сектора Газа там в любом виде, там в Алжир, куда угодно, но его там не должно оставаться ни под каким соусом. Поэтому, скорее всего, такого варианта не будет, но я просто озвучил еще одну версию, для которой можно избежать на севере на какое-то время. Потому что это все равно... то есть вопрос все равно надо решать. Мы помним, что то, что устроил Хамас, это была репетиция. Генеральная, возможно, репетиция, но это все равно репетиция. То же самое готовит нам Хизбалан, и то же самое нам готовит Иран со всех других сторон. То есть, в принципе, мы не можем, просто как бы государство не может позволить себе жить в таких условиях, когда у него на границе находится вооруженная до зубов террористическая группировка с оперативными планами, нападения и так далее. Вот. Поэтому, скорее всего, действительно, какое-то столкновение с фельдополой более вероятно, скажем так, чем компромиссный исход. Хотя, с другой стороны, можно сказать, что если Израиль все-таки покажет, что он превращает газа в руины, что Хамаса там не останется, мы пойдем до конца и доделаем все, несмотря ни на какое международное давление мы доведем дело до конца, то это заставит Хизбалу тоже очень сильно задуматься о том, хотят ли они прямо сейчас пожертвовать собой. Потому что и пожертвовать очевидным образом напрасно, потому что видно, что происходит. Так что получается, что если Израиль проиграет в Газе, Хизбалла прекратит обстрелы. И если Израиль победит в Газе, то Хизбалла тоже прекратит обстрелы. Вопрос во времени. Вопрос во времени, а во-вторых, еще что она сделает потом. Потому что в случае если Израиль проиграет в Газе, Хизбалла прекращает обстрелы на очень недолгое время. Ну да, то есть слабых у нас бьют. Новые большой операции, которая завершится еще больше победы, чем то, что... Еще такой момент, о котором вы скажете, что да, вот если Хизбалла говорит, что они будут наносить удары до тех пор, пока идет война в Газе. Но мы знаем, что, как нам премьер-министр говорит, и наши, так сказать, генералы, что война в Газе, вот эта зачистка, она будет продолжаться многие месяцы. И мы не можем себе позволить, чтобы многие месяцы, у нас северная граница пылала, и самое главное, мы не можем позволить, чтобы многие месяцы люди, эвакуированные, по сути дела, беженцы, жили в совершенно нечеловеческих условиях, там, в маленьких комнатах, там, огромные семьи, там и так далее. То есть они запущены бизнесы, не обрабатываются поля, там, скотина, бизнесы, и все остальное. То есть такое долго не может продолжаться. То есть в любом случае это надо будет решать. Поэтому, как бы, война, война на севере становится все более и более, так сказать, с Римой. Все более вероятно, да, все более вероятно, и если никто не сможет оказать такое сильное давление на фейсболу, заставить уйти от границы, ну, скорее, на Ирана, оказывается, в рейсболу, потому что все-таки это больше от них зависит, то, да, война, она произойдет. Я же говорю, это, к сожалению, гораздо более вероятное решение, чем дипломатическое. и, я хочу отметить, что вот зачистка в секторе газа, она действительно может продолжаться долго, но как раз, если она будет проводиться не такими большими силами, которые там находятся сейчас, то тогда как раз можно, я думаю, что тогда Израиль не будет ждать полного завершения операции в секторе газа, а начнет уже, сможет перебросить. Но дело, Михаил, дело еще не только в количестве сил, которые задействованы в секторе газа, дело еще, ну, как говорят военные эксперты, в том, насколько будет сохраняться угроза ракетных обстрелов из газа, потому что Израиль, у Израиля ограниченное количество систем противовоздушной обороны, вот этих противоракетных, тех же самых железных куполов не хватает, и для того, чтобы начать войну с Хизбалой, нужно перебросить туда часть батарей железного купола, собственно, и не только купола, но и других противоракетных систем, для того, чтобы противостоять вот этим массированным обстрелам с севера, которые обязательно будут, поэтому нужно быть уверенным, что с юга ничего и почти ничего не прилетит, поэтому такая вот задача с несколькими неизвестными, но придется ее решать, другого выхода у нас нет. Я, безусловно, придется ее решать, совершенно верно, потому что действительно ничего не поделаешь, и нас загнали в такую ситуацию, с которой простого, хорошего выхода нет. Ну, еще последний вопрос, собственно, как бы очень коротко, ну вот мы сказали, что вот они предлагают вот такую сделку, 90 дней, обмен заложниками, то есть многие могут сказать, вот особенно кто не очень, так сказать, в наших реалиях, люди, которые смотрят нас из других стран, сказать, ну а почему нет, ну вот ваша цель вернуть заложников, так почему вы не хотите, ну отдайте вы этих там заключенных, черт с ними, какое значение это имеет, но вы получите своих заложников, в чем тут, так сказать, собака зарыта, почему Израиль не соглашается? Ну, потому что это будет означать, что Хамас добился своей цели и полностью изменил взаимоотношения с Израилем, сделав захват заложникам не просто выгодным, а очень выгодным, то есть создается ситуация, при которой на Израиль можно нападать, мирное население убивать, захватывать заложники, а потом тебе дает ничего не будет, потому что как бы Хамас, получится, выйдет из этого противостояния, он победителем, как я уже сказал, потому что если война заканчивается так, что Хамас есть в секторе Газа, то он победит, поэтому... То есть не важно, что при этом осталось от сектора Газа, да, то есть он все равно победит? Совершенно верно, совершенно верно, не важно, что осталось от сектора Газа, если там остается Хамас и не как заключенный в палестинских землях, а в качестве какой-то силы, которая продолжает нам действовать, то это, даже если она якобы будет интегрирована в структуры палестинской автономии, как некоторые предлагают, это будет означать, что их методы работают и что ими надо действовать. И это поймут все вообще, кто есть вокруг нас, там и Хизбалла, и Иран, и эти вот ИГИЛовцы, то есть все абсолютно сделают свой вывод. И тогда в общем-то любая война с Хизбаллой, о которой мы сейчас обсуждаем, покажется пустяком по сравнению с тем, что там, что начнется. Вот, поэтому единственный приемлемый исход, который гарантирует Израилю долгосрочную безопасность, это ликвидация Хамаса. Ликвидация Хамаса в секторе Газа это единственный вариант, на который можно соглашаться, и к которому надо следить. Но это еще демонстрация для всех остальных. И, кстати, еще, Михаил, я хочу от себя добавить, что вот в этой сделке, которую предлагают, есть еще одно слабое звено, о котором мы-то с вами прекрасно понимаем, что вот эта эпопея с обменом заложников, она будет обязательно сорвана. если Израиль будет выведет свои войска и прекратить давление, то начнется вот этот торг, эта игра на нервах, а вот мы теперь не всех освободим, а мы половину освободим, а вы нам еще что-то, то, что, собственно, они затеяли во время первой сделки, которая была. Они начали вот эти игры, а вот мы не 10, а мы вам 8 дадим, а вот мы еще двух не можем найти, давайте 8, а вы нам дайте еще две недели, и мы еще одного найдем. То есть вот эта вот циничная игра, она только вырастет, да, то есть будет вот эта понарастающая, и все равно заложников мы обратно не получим, по крайней мере. Вот это. То есть это как бы все понимают, что договариваться с ними это бессмысленная затея, которая просто ни к чему не приведет. Михаил Бородкин, спасибо большое, Михаил Бородкин, автор и владелец телеграм-канала Oriental Express и сайта Oriental Express, главный редактор сайта. Спасибо за этот интересный анализ, наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо.